Вы смотрите новости на Солнце ТВ и мы продолжаем. Текущая неделя для сотрудников поисково-спасательного отряда имени Полякова будет наполнена тренировками и учениями. Работу подразделения проверяет межведомственная комиссия. От ее решения будет зависеть дальнейшая работа сахалинских спасателей. За пять дней специалисты проверят все аспекты готовности. О том, как проходит аттестация, расскажет Дмитрий Петров. Повторяю дежурную смену на выезде. Под звуки сирены внедорожник спасателей въезжает на учебную площадку. Там, по легенде учений, после серьезного ДТП в машине оказались зажаты два человека. Пока команда готовит оборудование, руководитель делает осмотр и успокаивает пострадавших. В первую очередь один из спасателей через разбитое окно проникает внутрь автомобиля. Его главная задача – помогать пострадавшим. Надевает специальные воротники, чтобы зафиксировать шеи, а также закрывает тела с помощью специального полотна, когда коллеги начинают демонтировать двери машины. Специальным инструментом спасатели могут не только открыть заблокированные двери авто, но и даже демонтировать их. Гидравлические кусачки, которыми режут металл, сотрудники называют попугай из-за схожести с клювом птицы. Если доступа нет, дверь не открывается, либо зажат. Надо его освободить и безопасно вынести, чтобы также не найти еще вред больше. Следующая тренировка сотрудников поисково-спасательного отряда имени Полякова носит техногенный характер. По легенде учений, в районе села Соловьевка произошло землетрясение. По словам очевидцев, были слышны крики пострадавших. Первыми на разведку и друт сотрудники с дозиметрами. По прибытию была проведена разведка по замеру радиационного фона. При помощи данного прибора мы проводим разведки, определяем предельно допустимую концентрацию, для того, чтобы можно было в дальнейшем ходу личного состава выполнить работу. Поиск пострадавших ведут по секторам сразу несколькими группами спасателей. Осмотр территории с помощью собаки – неотъемлемая часть работы. Четвероногие поисковики надрессированы на дыхание человека, поэтому к месту, где работает пёс, сами спасатели не подходят до тех пор, пока не прозвучит сигнал. Она бегает, ищет, предупреждает голосом. Нашла человека и показала голосом. Осталась на этой точке, что там человек. Не всегда кинолог заходит, потому что могут быть какие-то опасные моменты. То есть собака находит, проходит, и человек уже дальше идёт. Так в реальности. Пострадавших при ЧС спасатели делят на цветные категории. Красный – люди, которым требуется срочная медицинская помощь. Жёлтый – человек получил травмы, но находится в стабильном состоянии. Им внимание врачей нужно во вторую очередь. Чёрным обозначают тех, кого не удалось спасти. На этих учениях только один манекен выполнил роль жертворазрушений. В учениях 22 ноября были задействованы более 20 сотрудников поисково-спасательного отряда имени Полякова и 7 единиц техники. Эти тренировки – часть аттестации всех работников, которую организуют один раз в три года. Её результат – свидетельство на право проведения аварийно-спасательных работ. Решение о его выдаче принимает межведомственная комиссия, которая оценивает физическую, профессиональную, медицинскую подготовку сотрудников и подразделения в целом. В первую очередь это техника безопасности, как пострадавших, которым оказывают помощь, так и спасателей, которые оказывают помощь. Это умение работать с инструментом, оборудованием, снаряжением, которое входит в состав и находится на вооружении поисково-спасательного отряда. Своё решение семь сотрудников межведомственной комиссии озвучат в конце этой недели. Дмитрий Петров, Александр Тютюников, Дмитрий Прокошкин, СОНС-ТВ